Генерал-майору Батюшину Николаю Степановичу был установлен на Николо-Архангельском кладбище. Пожалуй, сегодня имя Николая Степановича большинству россиян ни о чем не говорит. Занимаясь делом государственной безопасности, именно Батюшин подготовил секретный доклад, в котором аргументировал необходимость создания службы по выявлению иностранных агентов. В феврале 1957 года он был захоронен на кладбище маленького бельгийского городка Брен-Леконт. В 2004 году перезахоронен в Москве. Правильно и справедливо, что прах русского генерала, родоначальника военной контрразведки, патриарха военной контрразведки, должен находиться на русской земле. Автором идеи перезахоронения останков Батюшина считается фонд содействия социальной и правовой поддержки ветеранов и сотрудников ФСБ. Акция символизирует о неразрывности связи нашей истории, о том, что военная контрразведка и спецслужбы России всегда стояли на защите государства. Это было их главной целью, главной задачей. Главная цель все-таки это оказывать содействие тем семьям памяти, сохранение памяти ветеранов военной контрразведки, в целом контрразведки, органу государственной безопасности. Длительное время сотрудники фонда занимались поиском родственников генерала. И когда через средства массовой информации объявили, что проводится акция, выяснилось, что в Подмосковье, в городе Королев, живет внук Батюшина. Летчик, штурман, полковник в отставке. Долгое время Михаил Кузнецов скрывал родственную связь со знатным дедом, потому что сам работал с секретной и важной информацией. Мне нужно было писать анкету. Я поступал в спецшколу, где захоронен дедушка и бабушка. Я знал, что дедушка, но если бы я написал, то меня бы посадили бы, потому что в 37-м году бабушка, она занималась перепиской, тихонько так. А когда стали арестовывать, то мама сказала, прекрати всякие связи с банком. Сегодня, перелистывая некоторые из страниц летописи органов государственной безопасности, попробуем взглянуть на историю объективно, без разделения на красных и на белых. Ведь Россия у нас была и остается одна. Очень много вопросов встает, что есть Россия белая, которая ушла за кордон, скажем, после поражения в гражданской войне, есть Россия красная. Вот мы эту идею тоже отвергаем на сегодняшний день, потому что достаточно много времени прошло, и надо все-таки четко определять, что это и с той, и с другой стороны были русские люди. Каждый боролся за свою Россию, за свое видение России. Патриот своей страны Николай Батюшин не примкнул ни к левым, ни к правому. Один раз, дав присягу на верность царю и родине, остался верен ей до конца. В силу специфики засекреченной профессии нельзя рассказать о многом. Наверное, понадобится еще десятилетие, чтобы гриф «Совершенно секретно» за сроком давности был снят с дел, ждущих в своей очереди в архиве. Екатерина Полукарова, Павел Коротков, Дмитрий Сафонов, Виталий Шакуров. Специально для Global Inform TV. Субтитры создавал DimaTorzok